В преддверии Нового года на Народном телевидении стартует новый проект Анны Базылевой «Добрый Новый год». Он посвящен сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Тем ребятам, которые не имеют возможности получить заветный подарок на один из самых любимых праздников в году. Подробнее о проекте смотрите далее. Многие кировчане слышали про акцию «Добрый Новый год». Вот уже третий год подряд ее организуют супруги Марк Смирнов и Анна Базылева. И впервые эту акцию можно будет увидеть на голубых экранах в качестве телевизионного проекта. Идея такого предновогоднего мероприятия появилась не случайно. Ко мне много приходят детей тренироваться. Я преподаю бокс. И у многих действительно тяжелое положение. Многие зимой ходят в резиновых кроссовках. Многие не могут себе приобрести то, что действительно нужно для учебы, для тренировок. Поэтому эта идея долго формировалась. И вытекла вот в такую акцию. Воплотить задумку удалось благодаря активной помощи и поддержке отдела образования и правкома предприятия «Апатит». А смысл акции заключается в том, что дети школьного возраста пишут письмо Деду Морозу. Где рассказывают о себе, о том, как прошел для них этот год. И, конечно же, просят подарок, который бы им хотелось получить на Новый год. Все эти письма Марк и Анна развешивают на елочках, установленных в разных учреждениях города. Уже по традиции елочки мы установим во дворце спорта «Горняк», в администрации города, в бассейне «Дельфин», а также в подразделениях предприятий «Апатит» и в главном корпусе. Впервые в этом году к нам присоединились предприниматели. Акция расширяется и еще елочки будут стоять в некоторых кафе нашего города. Ну а далее любой прохожий может прочесть письмо. Если заветное пожелание ребенка найдет отклик в душе, то пойти в магазин, купить подарок и принести его под елку. До этого года мы подарки вручали, сами ходили, переодевались. Ну были у нас энтузиасты, волонтеры, работники профсоюзной организации одного из подразделений АО «Апатит». Они сами переодевались с Деда Мороза, со Снегурочки, всем коллективом ходили по адресам, вручали. Был дикий восторг у них, они полюбили это дело и помогают нам уже два года. Но в этом году мы расширяемся и поэтому к нам примкнули частные предприниматели. И мы на базе учреждений этих предприятий будем централизованно собирать детей и в торжественной обстановке вручать эти подарки. О том, как будет проходить акция, кто стал ее участником и какие подарки просят дети, вы узнаете из еженедельной программы «Добрый Новый год». Первый выпуск смотрите уже сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok